Ванзе, все знают, кстати, недалеко отсюда находится Ванзе. Эстония была объявлена территорией свободной от евреев. А Финляндия была очень тесно связана с Эстонией. В Таллинском гестапо работал известный финский фашист Гилхо Хелланден, организовавший депортации. В конце войны, ближе к концу войны, Хелланден разработал план фашистского переворота в Финляндии. В архивах, в финских архивах, имеется чрезвычайно любопытный документ. Отчеты сотрудника финской государственной полиции Була Хелланден Хелланден о его оконавировках в Таллинн в октябре 1941 года. Хелланден Хелланден свободно, а порой даже с юмором, рассказывает про то, какие средства принимают таллиннские гестапо по отношению к евреям. «Бытьки и убийства». Вихер Лото также документально описывает одну из бесед, в которой его расспрашивали о том, правда ли, что в Финляндии еще живут две тысячи евреев. Это письмо, отчет Вихер Лото, это очень важный документ, который был использован потом Симон Визетал Центром и многими учеными, как доказательство о геноциде евреев в истории. В финской истории осталось имя одного на редкость отважного еврейского беженца, Валтера Коэна, который осмелился сопротивляться и неоднократно протестовал против применяемого к нему обращения. Получив приказ на отправку в концлагерь, он сумел поднять в округ своего тела большой шум, рассослав открытие письма многим представителям финской власти и политикам. Государственная полиция в Финляндии не решила затронуть его, поскольку преследование евреев осуществлялось в тайне. После войны Валтер Коэн перебрался в Швецию и написал воспоминания. Его сын Валтер Би Коэн стал историком и сумел адективно взглянуть на вопрос обращения с евреями в Финляндии. Известно, наконец, известно, что главу финской государственной полиции Арму Антуни и начальника эстонского гестапо Мартина Санбергера связывала тесная дружба. Они регулярно бывали друг у друга, гостья и организовали совместные праздники. Часто темой бесед и обсуждений было особое обращение с евреями в Финляндии. Кроме того, по приглашению Рейнхарда Гейтриха Антуни бывал в Германии и встречался там с рукавой гладящей верхушкой нацистов. Одной из важнейших тем в таких путешествиях становилось участие финских евреев в решении судьбы, которой Германия обрешала взят на себя. Сейчас еще хочу прочитать пару слов. Гиммлер часто бывал в Финляндии во время войны и провел здесь немало отпускных недель. Впрочем, восстановивая силы на отдыхе, он не допускал случая обсудить так же судьбу евреев в Финляндии. Есть свидетельства о том, что именно Гиммлер контролировал депортацию всех финских евреев в Германию. Начальник Айзас-группу А, Фритрих Панцингер, позднее сосвидетельствовал о том, что Гиммлеру был вручен список финских евреев, содержавших 2000 именов, которые он привез в Германию. На территории, оккупированной Финляндии, Советской Карелии, была создана сетка концлагерей, в которых тысячи людей были уничтожены по классовому приказу. И, к сожалению, времени уже нет, у меня мало это уже... Еще раз вам скажу, на территории оккупированной Финляндии, Советской Карелии, Петрозаводской, была создана сетка концентрационных лагерей, в которых тысячи людей были уничтожены по классовому признаку. Ну, там чередово, по-моему. И, наконец, я хочу вам сказать, что Лутерянская церковь в Финляндии на все время не предприняла ни одной попытки какой-либо критики или протеста против преследований евреев. Спасибо. Я прошу вас... Погодитесь, пожалуйста. Попробуйте. Что же, нет уже нам времени на вопрос? Нет, я думаю, что очень интересные доклады. Только именно вопросы, короткие вопросы, комментарии будут в конце. Какое количество евреев проживало в Финляндии и где они сосредотачивались, в каких местах, в городах? Ну, как... То есть, Гиммлеру был выручен список евреев в Финляндии, еврейских беженцев. И там было около 2000 фамилий. То есть, у нас было около 200 евреев в Финляндии. Там были большая часть, на большую часть из них беженцы, которые переехали в Финляндию там уже в 38-37-м годах. И, то есть, Финляндия приняла беженцев из Германии, из Польши и так далее, Чехии. Значит, без вещей, мы бы хотелось поделиться первыми сеграми между государственной политикой Финляндии по отношению к евреям и теми, как бы, скажем, частной инициативной, о которых вы говорили в докладе. Например, в книге, в которой был готовен Саран Шнейр, это советский военно-предот евреев, в том числе Финляндии. И картинка возникает, не спадающая с той, которую вы говорили в Германии. Вы задали вопрос? Да, спасибо. То есть, во-первых, я должен сказать, что в Финляндии существует очень сильная пропаганда. То есть, мы хотим показывать после войны пропаганду именно о том, что Финляндия – это такая страна, демократическая страна, и мы якобы, то есть Финляндия – Якуб уже была такой же страной во время войны, поэтому у нас преследований против евреев не было абсолютно. То есть, есть такой миф, миф восьми беженцев. То есть, Якуб, Финляндия, то есть была всего лишь одна выдача, а восьми беженцев из Финляндии в Таллину, через Таллину, но это, естественно, неправда. Было, конечно, условия у военных пленных, были визуально, когда они очень много писали, то есть в те истории в последнее время российские, был специальный лагерь для еврейских военных пленных. Но надо сказать, что у нас было очень много военных пленных, и большая часть из них, к сожалению, судьбой, болезни умирал и лагеря. Но, конечно, в классе изменения финской государственной политики, это произошло, конечно, после Сталинграда, когда все поняли, что какой будет настоящий конец войны, и поэтому, естественно, были изменения в условиях всех концлагерях тогда, того же времени. Но я бы сказал, что это действительно была официальная политика Финляндии, в преследовании евреев, и она раскомнит о том, что в плане Барбароссы участие в Венаге в войне, это было маскированное участие, и поэтому, естественно, откровенно, конечно, про преследованиях никто не рассказывал. Ходя в этих газетах, которые я прочитал, там совершенно откровенно рассказывают о судьбе евреев, например, в Эстонии, Латвии и так далее. Уже совершенно откровенно. Да.